Сегодня будем устанавливать BioLinux 8 на виртуальную машину. Для визуализации виртуальной машины я выбрала Oracle VirtualBox. Так нажимаем создать. Выбираем имя нашей виртуальной машины. Пусть это будет Bio. И тип операционной системы. Естественно это Linux. Нам нужна версия Ubuntu 64 бита. Как мы помним, BioLinux 8 стоит на Ubuntu 14.04. К сожалению, BioLinux 8 есть только в 64-разрядной конфигурации. Поэтому мы должны выбирать Ubuntu 64 бита. Что делать, если в этом выпадающем списке только 32-битные версии? Нужно зайти в BIOS и разрешить технологию виртуализации, чтобы Oracle VirtualBox могла создавать 64-разрядные гостевые машины. Продолжим. В данном случае объем памяти нам не принципиален. Ну, давайте, чтобы она сильно не подтормаживала, возьмем 2 гигабайта. Так как на этой компьютере нет никакой виртуальной машины и нет никакого виртуального жесткого диска, естественно нам нужно создать новый виртуальный жесткий диск. Выбираем по умолчанию VirtualBoxDiskMatch и динамический виртуальный диск. Он будет создаваться быстрее и работать быстрее. Нам тоже это сейчас важно. Единственное, что принципиально в создании этой виртуальной машины, хотя я не собираюсь использовать ее в дальнейшем, это просто демонстрационный вариант, это размер жесткого диска. Дело в том, что создатели просят под нее 40 гигаб жесткого диска. При установке она сама запрашивает, чтобы было не меньше 16,6. Ну, давайте возьмем для нее 30. На самом деле, с увеличением размера жесткого диска увеличивается и время его создания. Так, например, у меня на создание виртуального жесткого диска в 2 терабайта ушло примерно 3 часа времени. Согласитесь, не мало. Нажимаем создать. Так, она у нас создана. Заходим в настройку. В настройку мы можем изменять различные конфигурации, выделять ей больше видеопамяти, подключать к ней различные носители и прочее-прочее. Но в данном случае как раз носители нам принципиальны. Нам нужно выбрать образ операционной системы, которая будет устанавливаться на этом компьютере. Мы выбираем как раз образ BioLinux 8, она у меня на флешку выкинут. Нажимаем открыть. И окей. Теперь запускаем нашу машину. Вот появилось стандартное фиолетовое окно бунты. И машина начинает грузиться. Виртуалболк, как всегда, выдаёт нам всякие свои сообщения, которые нам сейчас сообщения нужны. Ну, добро пожаловать в BioLinux 8. Предыдущая составка мне нравилась больше. Кузнечик, он был как-то помелее. Естественно, всё можно будет поменять потом. Итак, мы выбираем установку. Язык английский остык по-дефункту. Для меня не играет никакой разницы. Обновление я тоже не выбираю. В принципе, я говорю, что использовать её не собирается. Следовательно, нормальные полноценные установки со всеми параметры, которые мне хотелось, я бы делать не стала. В этом меню мы выбираем чистка диска и установление BioLinux. Потому что это наша виртуальная машина. Она не стоит никакой операционной системы. Она чистенькая, новенькая. Мы просто на неё ставим BioLinux. Устанавливаем. Положение наше Москва. Язык в данном случае, в принципе, можно оставить русский, потому что раскладку можно будет поменять в дальнейших меню. Но на самом деле я уже один раз сталкивалась с тем, что при установке Ubuntu 12.04 у меня раскладка не менялась. И я не смогла дальше продолжить установку. Поэтому лучше возьмите сейчас английский. Потом, естественно, это можно будет поменять. Можно будет установить другой язык и прочее. Зовем имя. И, естественно, пароль. Надо привыкать, что Ubuntu будет всегда требовать у вас пароль. На самом деле, в принципе, где-то через месяц вы будете возмущаться, почему уже на остальных операционных систем пароли нет. Потому что настолько сильно к этому привыкнуть. Ну, пошла установка. Я думаю, что назовем какое-то время. Ну и после того, как она закончится, мы вернемся к дальнейшему запуску машины и хотя бы беглым просмотрим, что там есть и что происходит. Итак, наша установка завершилась. Теперь он предлагает нам перезагрузиться. Мы выбираем перезагрузку. Так, мы запускаем биолинукс 8. Вводим пароль. С паролью я угадала, все верно. Обратите внимание, что оно, конечно, очень маленькое, но это потом можно будет еще изменить в конфигурациях VirtualBox. Вот так выглядит биолинукс 8. В принципе, интерфейс у него что-то Ubuntu 12.04 сильно отличается, это Ubuntu 14.04, и от биолинукс 8.7 также сильно не отличается. Если вы еще не сталкивались с биолинукс 7, то поверьте мне, на основе никаких принципиальных различий нет. В программах дефолтных, уже установленных, которые способны к визуализации, имеют графический интерфейс, я сильных изменений не вижу. В принципе, все тот же. Любимый таблет, Кластал, Фасткуси и прочее прочее, все, что полезное, все, что уже есть. Увеличился, видимо, сильно пакет, который вызывает 4 терминал, то есть не имеет графического интерфейса. Ну, давайте посмотрим, есть ли вот, например, Сэм Тулз. Да, Сэм Тулз есть. В версии 1.19, это последняя версия без багов. Отлично. Для всего остального есть документация. Вот она. Она перекидывает вас на сайт разработчиков, и там будет прописан весь список программного обеспечения, которое установлено на BioLinux 8, и также каким образом им пользоваться. Ну, все. Я думаю, более подробный обзор я сделаю позже, если в этом возникнет какая-нибудь необходимость. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...